День добрый, друзья, с вами Димон. С Дэвом уже все понятно. То, что улитка хотела показать, она уже показала. Никаких практически секретов не осталось. Но остались вопросы к тому, что же будет на события в честь дня рождения улита, какую технику они выкатят. Напоминаю, в прошлом году это был Штурм Тигр и событие, где можно было с помощью Голиафа сделать некую диверсию. А возможно и не будет никакой техники, ведь в прошлом году был юбилей, особое событие. Так что посмотрим. Но даже если техники не будет, есть на что понадеяться ближе к Новому году, ведь уже появляются некие сливы, некая информация, местами даже с модельками датамайнов. Понятное дело, здесь много вопросов касаемо достоверности, но все же в некоторых моментах можно проследить логическую цепочку. Например, с тем же F-18, где эмблема сквадрона явно намекает на предстоящий анонс. И поверьте, такое уже происходило в прошлом. Тот же Фулзинян напоминает то, что накануне выхода эпохи дронов, открыв боевой пропуск, можно было наблюдать декали и эскадрилью использовавших рипера. И чуть погодя, в итоге они действительно появились в следующем обновлении. Но сегодня мы более приземленно будем смотреть на предстоящие новинки, это сливы. Буквально вчера от Оливии появились шокирующие новости, которые предрекают появление, внимание, Т-80БВМ вместо Т-90М, который ожидали и обещали сливы больше годы. И святой культ верил, да, Т-90М в следующем обновлении, где такое следующее обновление случалось раз в пять, а Т-90М не приходил. В итоге в этот раз Оливия никакого Т-90М в сливе не показала, как в прошлом, но зато показала Т-80БВМ, правда, 2023 года. Плюс еще в довесок Т-90А для Соединенных Штатов. И вот честно, если от сливов про Т-90М я постоянно отмахивался, потому что совершенно не верил в логику его появления в этом году, в конце концов это топ, это пик развития ветки и улитка, наверное, не стала бы так торопиться. Но вот появление Т-80БВМ 23 года, чтобы еще больше оттянуть момент с появлением Т-90М прорыв, думаю, в этом что-то есть. Перед тем, как продолжить, давайте уточню, чем отличается Т-80БВМ 23 года от предшественника. Там серьезно подтянули количество динамической защиты на НЛД, на бортах, также поработали с задним ходом, якобы официально задний ход до 25 км в час. По остальным возможностям найти какие-то подробности уже сложно. На крайне кулитка дополнительно может дать какой-нибудь новый боеприпас, не проблема. То есть, получается, для тундры охапка дров и танк готов, новый топ, патриоты в ладошке хлоп. Видимо, как-то так все это видит разработчик, но в любом случае, его появление я считаю куда более вероятным в этом году. Но если все, что связано с новым топом для советско-российской ветки больше является предположениями, основанных на таких же не стопроцентных сливах без фактажа, то вот со следующей новостью про Т-80А для американцев уже есть за что зацепиться более детально. На самом деле именно это больше вызвало шок при обсуждении в телеграме в моей группе. Если что, между делом, подписывайтесь. Так вот, к этому появлению Т-90А у США есть сразу два аргумента. Во-первых, данная тема уже не нова. Смотрим в сторону Великобритании. Видим там Т-90. Но оправдание его появления, мол, это же индийское производство. Правда, если посмотреть с другой стороны, а почему Индия вообще в ветке Великобритании? А индусы-то в курсе? Ну, видимо, неважно. Да и в любом случае я не нашел ни одной истории в интернете, чтобы индийский Т-90 перекочевал в Англию. Это явно высосано из пальца, чтобы просто он появился. Плевать. Пусть люди довольны, главное, вот это англосаксы. Они там счастливы, что у них Т-90. Но что с американским? Каким образом там Т-90 мог нарисоваться или нарисуется? И вот здесь уже, ох-охо, кажется, может быть пожар. Ведь есть только один вариант. Как раз таки новость на эту тему не так давно гуляла в интернете. Тем более, в самом сливе так и написано, что это трофейный Т-90. Сразу хочу опередить комментаторов, которые не верят, что такого рода ситуации вообще могут быть War Thunder. У нас есть история с Т-62-545. Вы помните, да? Это советский танк, который при конфликте на границе с Китаем был подбит. Забрать обратно не получилось. И эта машина перекочевала в Китай, была изучена, стала экземпляром в музее. Но Тундре разработчик ее сделал премом для китайской армии. Опачки! Ну, трофеи же! Так с чего вы думаете, что такое не может теперь произойти из Т-90А для Соединенных Штатов? Вы уж меня простите, я ни в коем случае не хочу нагнетать. Но так или иначе, это может сильно развязать руки, если разработчик все-таки решится ввести Т-90А за США при подобном предлоге. Ведь тогда тема трофейности может стать повсеместной. И вы же понимаете, какие возможности открываются? Кое-кто из подписчиков, кстати, в группе Телеграме предположил, что Оливия это вообще может быть засланный казачок от самих разработчиков, чтобы прощупывать почву. И вот такими мини-сливами они смотрят на реакции игроков, которые так или иначе показывают либо одобрение, либо негативную эмоцию. Поэтому сейчас мне кажется, учитывая, что мы в рамках игры все это развиваем, взвесить все плюсы и минусы подобных предположительно, решений от разработчика и высказать свое мнение. Но в любом случае я спокоен, даже если ряду игроков не зайдет, предположительно, подобные решения разработчиков, если слив все-таки достоверный, никто не сможет так поджечь пуканы, как это сделал Wargaming. Ну а насчет темы трофеев, чтобы не решили наши игроки, это в любом случае несет в себе как негативные, так и позитивные моменты для всех веток игры. Ну а Т90 за США станет шикарным способом заработать на западниках, которые, я уверен, массово будут его покупать, ведь там написано трофей. Но надо будет проследить, как от не отнесутся к подобным появлениям Абрамса или же Леопарда в советско-российской ветке. Лично я считаю субъективно либо всем, либо никому, все должно быть в равной степени. И тогда мы избежим конфликта игроков. И в конце концов игра есть игра. На этом я закончил, ребят. Пишите свои мысли на этот счет. Буду прощаться. Всего хорошего. Если что, пользуйтесь ссылочкой в описании под видео. Ну и ждем интересных событий к дню рождения улиток. Всем пока.